Думская ТВ работает в прямом эфире на главных новостях. К этому часу расскажут наши корреспонденты. В студии Алла Есина. Здравствуйте. Стихийная свалка в черте города. Речь идет о территории завода «Большевик» в одноименном поселке. Как сообщил глава Суворовской администрации Сергей Кондратюк, профильная комиссия установила, что сюда сбрасывали строительный мусор, а также бытовые отходы. По словам чиновника, собственник завода уже начал вывоз мусора. Однако, куда именно, неизвестно. Отмечу, в ходе аппаратного совещания один из депутатов продемонстрировал видео с мусорного полигона. Там можно увидеть смолу, мешки со строительным мусором, шины и даже ракушки от рапана. У нас есть определенные полномочия, за которые мы выходить не можем. Мы и так уже по многим вопросам где-то так на грани. Мы соответствующие заявления, информацию передали, для того, чтобы приняли меры и так далее. Хаджиби-2. В мэрии планируют построить дорогу для большегрузного транспорта. Об этом стало известно в ходе аппаратного совещания. По словам городского головы, таким образом грузовики с объездной дороги будут проезжать сразу в порт, минуя город. Уже существует готовый, но не реализованный проект. Десять лет назад его бюджет составлял 160 миллионов гривен, утверждает Геннадий Труханов. Он распорядился начать переговоры с администрацией порта, чтобы решить, кто будет строить дорогу. В ближайшее время мы должны решить этот вопрос, синициировать уже встречу, на которую нам дадут четкие ответы. Собирается порт это делать или нет? Если не собирается, то давайте будем тогда понимать, что мы с этой проблемой один на один и будем ее решать. Прощая антенна, 1 сентября Украина откажется от аналогового телевидения. Изначально планировалось полностью переходить на цифру еще в 2015 году. Потом сроки перенесли. Причина – низкий уровень покрытия эфирного цифрового сигнала. Сегодня это 80% территории Украины, на 15% меньше, чем аналогового. Поэтому экраны около 2 миллионов украинцев уже осенью могут перестать быть голубыми. Подробности далее в сюжете. 1 сентября Украина отказывается от аналогового телевидения. Тысячи телевизоров в украинских семьях могут стать ненужными, если не перейти на цифру, спутник или кабельное ТВ. Но мера необходимая, говорят в Национальном совете по вопросам телевидения. Речь идет о модернизации телекоммуникаций. Но беда в том, что цифровое покрывает 80% территории Украины. Это на 15% меньше, чем аналоговое. Поэтому около 2 миллионов украинцев уже осенью могут увидеть вот такую картинку. И самое главное, зацепить это может прифронтовые территории и населенные пункты вблизи российско-украинской границы. А в Одесской области вскоре можно будет увидеть и Приднестровское пропагандистское ТВ. Но в Национальном совете успокаивают. И это не единственная проблема. Пострадать от быстрого перехода на цифру могут около 100 местных телерадиокомпаний, которые еще не получили новые лицензии. Впереди у них конкурс. Но это дело небыстрое, говорят в нацсовете. Там ждут решения от Кабмина о переносе перехода на цифру. Это желание Кабмина обратить в этот раз увагу на желание Национальной Ради, на их рекомендации и все-таки продолжить срок для местных языков до конца года хотя бы. В то же время, по словам представителей самих медиа, все больше украинцев отдают предпочтение цифровому, кабельному и спутниковому телевидению. Аналоговым телевидением пользовалось в стране порядка 12-14% домохозяйств. Это означает, что больше половины всех домохозяйств, которые потребляли телевидение из эфира, за последние годы уже перешли на цифру. Одесса, пожалуй, сильнее остальных ощутит переход на цифру. Сейчас в сетке вещания около 30 каналов. Останется только 8. Думская ТВ в их числе. В то же время медиапространство приспособится к изменившимся условиям, уверен эксперт Борис Ходорковский. Временные неудобства нужно просто пережить, добавляет он. Когда-то мы слушали музыку на кассетах. Сегодня, если ты ребенку дашь кассету, он ее будет прикладывать к уху, думать, как она там играет, куда нажимать и так далее. То же самое будет происходить здесь. Это нормальная эволюция. Эволюция. Эволюция всего того, что происходит вокруг. Аналоговое телевидение уже отключили в Киеве и Кировоградской области. И чтобы не остаться без любимых каналов, перейдите на цифровое ТВ, купив тюнер. Стоит он приблизительно 300 гривен. Либо воспользуйтесь услугами кабельных операторов. Более дорогой вариант – установить спутниковую антенну. Отметим, Думская ТВ есть в цифре по всей Одесской области. Валентин Страковский, Денис Страдецкий, Александр Фролов, Думская ТВ. День города в Одессе будут праздновать 7 дней. Торжества начнутся 30 августа и закончатся 5 сентября. Об этом сообщили в Департаменте культуры и туризма Одесского горсовета. Кроме того, 2 сентября в 11.00 откроют арт-зону греческого парка, а в 19.00 состоится галоконцерт на Потемкинской лестнице. Перед одесситами и гостями города выступят Настя Каменских, Бумбокс и Макс Барских. Также в мэрии ожидают, что трехмиллионный турист этого года посетит Одессу именно 2 сентября. Свой визит в праздник подтвердили представители порядка 50 стран, говорит Татьяна Маркова. В 10.00 мы ожидаем присутствия всех иностранных делегаций. Я уже говорила, что это будут представители из порядка 50 стран, из которых 32 – это главы дипломатических миссий, это послы, аккредитованные в Украине. Они в 10.00 прибудут на Думскую площадь на церемонию поднятия флага. Две тонны воды, массажный патруль и бегуны-романтики. В минувшие выходные по центральным улицам пробежали полумарафонцы из 22 стран мира. Финишировали спортсмены у оперного театра. Основной и самой интересной была дистанция длиной в 21 километр и 97 метров. Это расстояние 29-летняя Юлия Профис из Черновцов преодолела за 1 час, 20 минут и 34 секунды, побив прошлогодний рекорд. У мужчин лидером гонки стал Сергей Аксенюк из Луцка. Дистанцию в 21 километр спортсмен преодолел за 1 час, 12 минут и 37 секунд. Многие участники пришли на старт целыми семьями, преодолевали дистанцию с детьми, а некоторые финишировали прямо на руках. Вместе со всеми бежал полумарафонный президент Федерации легкой атлетики Одесской области Алексей Гончаренко. 2.02. Это было круто. Всем спасибо за классный марафон. Я очень благодарен всем. Одесса, бег, спорт, ура! Одесса – это синоним здорового образа жизни. Трасса здоровья, море, деревья, парки. Должен быть здоровый образ жизни. Посмотрите, какая красота, сколько людей бежит, какие красивые люди. Это супер! Это все новости на данный момент. Оставайтесь на Думской ТВ. Будет интересно! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!